Мы на месте. Мы приветствуем Александру. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она повторяется такое, доверит. Хорошо, Вера, посмотри, что там в биополе. Я не могу понять, это или конструкция, или голограмма. Это полностью как голограмма она, но она как подвязана за веревочкой. У нее одна нога короче, то есть она не короче другой, она согнута в колени. Руки привязаны к голове, что-то как робот она. Скэнер. Просканирую сейчас Александру. Отключи эту подключку, включая все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы, связанные с этой подключкой. Скэнер их видит, отключает это все, выводит. И как выйдет, отправляя конструкцию в клетку-тюрьму. У нее скэнер, получается, отвязывает эти веревочки, освобождает. Хорошо. Не падают руки, опускается нога. И он выводит эту голограмму или копию, как ее назвать полностью, на яркое. Готово. Александра, вы меня слышите? Да, да, сейчас слышу. Хорошо, вы даете нам свое согласие на диагностику и чистку? Даю свое согласие. Даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Александры, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Александры, находит все. У нее синий джин. Синий джин. 45.11. 45.11. Хорошо. Как будто пишет что-то, подсчеты делает. Бесполезно считать, потому что сегодня сосуд с золотыми монетами ты назад не получишь. Как и свою чулму, и свои кольца, и все свои магические серьги. Все это останется здесь. На воспоминаниях об этом синем джине, который не знает, как себя надо вести в комнате диагностики, когда его споймали. Кто у нас еще, Вера? Через секунду подожди. У нее хамелеон. Хамелеон. И рептилоид, и два Грея. Ваша конструкция? Да, это их конструкция. Какой рептилоид, Вера, посмотри? 122. Да что ж вы тут. Ты тоже военный, да? Не понимает, почему тоже. Хорошо. Ты военный. Мы же только что до тебя 10 минут назад споймали военного. Итак, сколько ты находишься с этой конструкцией в биополе, и почему она стоит в этом биополе? Это очень хорошая конструкция, позволяющая нам выбирать, кроме энергии, но еще эмоциональное состояние, и ловить все краски жизни, собирая их в одном месте. У вас есть разрешение от Александры на эти действия? У вас есть контракт с ней? Нет контракта. В таком виде, в каком ты себе представляешь, нет. Ну, если нет контракта, соответственно, вы должны все понимать, что вы находитесь в ее власти. Если Александра сейчас скажет дать вам живую плазму, я ее достану и дам вам. И конец всем экспериментам. Так получается? Мы с ней друзья. Вы с ней друзья. Хорошо. Александра, вы друзья с этим рептилоидом и двумя греями? Она говорит, они всю душу из меня вытянули. Иногда делаю какие-то реакции, которые сама от себя не жду. Понятно. Хорошо, у синего Джина есть контракт. У него еще счеты появились, он говорит, а как же? Все записано, каждую копеечку считаю. Контракт есть у тебя? Да, как же. Хорошо, работаем. Без контракта. Ну, как же без контракта? Вот посмотри от тебя, рядом с тобой стоят рептилоид, греи, хамелеон. Они зашли без контракта. Даже синий Джин понимает, что нужно контракт иметь для входа в биополе. Но рептилоиды греи почему-то это не понимают или игнорируют это правило. Соответственно, им должна быть понятна причинно-следственная связь, почему с ними так обращаются или будут обращаться. Потому что рептилоиды греи Александра может сейчас, кроме живой плазмы, еще установить на вас эту вашу конструкцию, включить ее на полную мощность и дать вам откат. Что, в принципе, уже не раз проходило. После этого вам будет не совсем хорошо. Вот такие власти. Такая власть у нее есть. А может просто сказать уничтожить вас. Вот что делать тогда в этой ситуации рептилоид? Если ты захватчик и заходишь в чужое биополе. Именно для этого и были написаны межгалактические законы, чтобы упорядочить все вокруг. Но вы его игнорируете. Ладно, пустые разговоры, начинаем работать. Даю команду тонкой копии Александры спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилие потоки 50 раз. Хамелеон, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. Сколько рептилоиды греи находились в биополе? 7 лет. Сколько синий джин присутствует в этом биополе? 2 года. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Александра забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Забираем из конструкции частички материал. Все родные энергии. Все, что на чистоте Александры, мощным потоком пошло назад. Пока идет реверс. Джин, расскажи мне о вашем контракте. Когда вы его заключили? Я больше чем уверен, что... И Джин возвращается время. Ей постоянно не хватало времени на что-то. А он время еще воровал. Хорошо. Итак, Джин... Он взял на себя ответственность за бухгалтерию. И постоянно не хватало времени на это. Я просто Александре объясняю. Джин, это именно тот, кто делает так, чтобы вы зарабатывали очень тяжело деньги. Очень тяжело. Или, если вы их даже зарабатываете, они через пальцы проходят. Она обижается. Или вам... Он говорит, что мы вместе зарабатываем. Джин, она даже понятия не имеет о твоем присутствии в ее биополе. О чем ты говоришь? Какой вы вместе зарабатываете? Вернись в реальность. Александра, вы знаете о контракте с Джином, который вы заключили? Конечно. А? Нет, конечно. Хорошо. Джин, что ты мне здесь пытаешься рассказать? Жем реверс. У нее идет от хамелеона эмоции, причем идет спокойствие, возвращается спокойствие. А от конструкции идут человеческие энергии, идут цвета по всем чакрам. Хамелеон, а на каком основании ты у нее забирал ее родные цвета? Он не забирал от конструкции родные цвета. От хамелеона идут эмоции. Спокойствие идет. Ей возвращается спокойствие. Вот хамелеон воровал спокойствие. Он обычно сидит в сердечной чакре. Где ты сидел в сердечной чакре, двое гнездо? Да, переживание там, реверс закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания. Итак, Грей, что-нибудь осталось, что я еще не вытащил на вашей частоте с рептилоидом? Осталось, да. Пульсирует красным цветом, скэнер, выводи то, что осталось на частоте рептилоида. На область спины. Хорошо. Звоночник. Выводи, что там? Там все энергии проходили. Накопитель или что там? Это такая, как штырина, энергетическая какая-то палка, которая держала все это под ключ. Выводим. Готово. Отправляю в клетку тюрьму и выстраиваю прямой канал от Александры к этому штырю. И она реверсом дает все негативное патогенное, что она получила от него. Пошел поток, мощный, усилив его в 50 раз. Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Александр забирает все чистое и светлое. Все, что на ее чистоте, находится мощным потоком, пошло назад. Есть. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо. Все свои энергии забирай, которые остались. Возвращайся назад. Забрал, вытащил он свое место такое. Хорошо. Синий джинн, выходить тебе не надо. Втягивай всю свою пыль, все свои подключки, отключайся полностью. Приступай. Но она по поясу, энергия снизу, руки, ноги. Готово. Хорошо. Александра, поскольку у вас заключен контракт, мы не можем сделать рассинхронизацию. Поэтому мы переходим сразу к аннулированию контракта. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Александра должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Вызвали всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Здесь вышел контракт, и на нем такая жирная подпись. Давай считаем содержание этого контракта. Анджин ей подсунул этот контракт. Она действительно ставила где-то подпись, но какой-то бумаги. Анджин присутствовал на этой встрече, и он вместе с ней как... Он кивает, соглашается, потом подсовывает свою бумажку на тонком плане. Итак, пусть повторяет за мной. Внутри я властью моего контракта и договора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Энергия возвращается. Хорошо. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты, все отработанные контракты и фантом уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Александры с синим джином, хамелеоном, рептилоидом и грейми. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Вера, на тебя воздействует кто-то? Если кто-то на Веру воздействует, загорается красная лампочка над его клеткой. Над ее клеткой. Над кем загорелась, Вера? Над джином горит красная лампа. Хорошо, джин, получаешь удар 150 тысяч герц. Удар. Снимая с него челму, все его артефакты выходят из него полностью. Магические кольца, серьги выходят, сосуд с золотыми монетами, и его сосуд выходит все в соседнюю клетку. Да будет так, а так и есть. Ты что, паразит, решил со мной поиграться, я с тобой поиграю сейчас. У него все вышло в клетку, я просто не понимаю, как он через наши защиты может... Как ты пробил нашу защиту в комнате диагностики своей пылью? Не отвечает, поднимая удар до полумиллиона сейчас. Он показывает, что от голоса идут определенные вибрации, и он на эти вибрации может посылать пыль. Они выходят, то есть они вибрируют везде в комнате. Хорошо, включая тебя, Вера, внутренне белосветным светом, ты выдалишь из себя все энергии джина, всю его пыль, если такова и есть. Да будет так, а то есть. Все это выходит, формируется перед тобой в шар. Ну ты, джин, сегодня попал. Есть шар, это как из горла. Открывая воронку в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, ты послал ей шар, и я тебя сейчас пошлю. В моих руках появляется шар энергии... Он кричит, не бей. Шар энергии любви абсолюта. Вот что я тебе сейчас дам. Не бей, пожалуйста. Зачем ты полез на нее? Это было легко послать. Своя энергия на вибрации голоса. Она увидела мой контракт, она вернула ее подпись назад в виде энергии. Сделаем новую защиту. Джин, плохую ситуацию ты сегодня, я тебе сразу говорю. Итак, Вера, у нас рассинхронизация прошла, где мы остановились? Да, у нас прошла рассинхронизация, больше мы ничего не делали. Хорошо, включая внутренний белый свет, Александр, этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное, низкое абрационное, чужеродное, остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть, Александре, все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3-1-2-3. Удар, отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, проверку прошли. Итак, кто из вас присутствует в квартире, где живет Александра? Джин присутствует, платы есть у Греев. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Рептилоид 122, 2 Грея, 7 лет в биополе. Установили конструкцию, она находится в клетке, посмотри, пожалуйста. Забираем всех, конструкцию забираем. Благодарю тебя. Готово. Хамелеон, ты больше никогда не войдешь в это биополе, тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки, начистоте хамелеона, забирая, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ну что, Джин, что мне с тобой делать? Он просит, он просит отпусти, не губи, Джина. Без челмы, без сосуда, без всего остального? Нет, нет, верни все. Я понял. И вы научились. Хорошо, возвращаю тебе твои артефакты. В этом я не могу с тобой не согласиться. Я тебя сейчас отправлю. Куда же, Джин, без своей челмы? Вот именно. Джин должен понимать. Позор это. Позор Джина. Джин только должен понимать, на кого он руку поднимает, потому что мы в состоянии тебя уничтожить. За нападение на нас. Окей, уроки. Все мы учимся, и я учусь. Хорошо, Джин, я тебя сейчас отправляю в квартиру, где живет Александра. Ты собираешь всю свою пыль, отключаешься полностью. Я проверяю и отпускаю тебя после этого первый раз на твою чистоту. Если я второй раз с тобой встречусь, ты уже никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Понял, понял, Джин. Открывается портал в квартиру Александры, Джин уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Клетка пустая, Вера? Да. Поехали по частотам. Переходим на чистоту. Переходим к закачке энергии, подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужна Александре и какая частота вибраций? 425. На счетри макушку головы Александры начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Ей информация идет, что у нее очень много терпения. И она не должна столько терпеть. Она должна чувствовать какие-то звоночки в своем теле и сигналы, которые она видит. Ей не надо терпеть. Она должна сразу понимать, что что-то происходит не так. Мы это передадим. Благодарим куратора. Готова. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Здравствуйте. Хорошо, Александра. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Мне очень приятно. Я чувствую, какая я плавная, гибкая. Отлично. Сейчас мы будем... Энергии везде равномерны. И это приятно. Очень хорошо. Чувство баланса внутри меня. Мы вам показали, как заправляться энергиями. Как вы давливаете себя негативной энергией. Кроме того, у нас есть обучающие видео на канале. Посмотрите их. Вы должны каждый день заправлять себя энергиями для того, чтобы ощущать этот баланс. И одновременно это является вашей защитой. Хорошо, сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Ты перед квартирой. А я здесь. Хорошо, посмотри назад. Там нет в этом коридоре портала? Нет. Подожди, там портала нет. Но здесь воронка ходит туда-сюда. Есть перед дверью. Она ходит и возвращается. Открываю воронку в галактическое ядро перед дверью. И воронка уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Кто? На видео увидел ее. Хорошо. Итак, кто у нас в клетке? Входи в команду, зайди. Входи в квартиру. Здесь рахноет. Рахноет. Джин. Есть. 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 Две воронки. Все. Под воронками открывая портал в галактической дроне, уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяю. Кто? Подсвечивается плата игры в квартире. Ты видишь их четко и ясно. Они везде. Везде. Кухня, спальня. Это другая комната, коридор. Везде. Сделаем его намерение, срывая все платы с этих мест. Они летят в клетки тюрьме и формируются. В одну кучу этих плат. Пошел процесс. Это такой бесформенный шар получился из платок. Под этим шаром открою воронку в галактическое дроне. Этот шар уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину. Если есть потомство, собирай, отключайся. Полностью возвращайся назад, докладывая готовность. У него есть потомство, да? Все собрал. Арахноид, ты больше в эту квартиру не приходишь. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против чистовой стрелки на чистоте арахноида. Собирай, что принес. И уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Джин, ты подключен к кому-то еще, живущим в этой квартире? Нет, нет, что ты. Смотри, Джин, потому что если я при проверке что-то обнаружу, твою пыль, мне достаточно одной крупинки, чтобы притянуть тебя. Понял, все. Понял. Больше никогда не войдешь ни в это биополе, ни в эту квартиру. Тебе это понятно? Да. Открывается внизу портал против чистовой стрелки на чистоте Джина. Собирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Какой у нас бес, Вера? Восемь. Выходи, бес. Собирай все, что ты оставил на своей чистоте. Все одеялки, коврики, мочки. Ничего не забывай, возвращайся назад. Готово. Ты подключен к кому-то живущим в этой квартире еще? Нет. Чуть по квартире, показывай мне все порталы, я буду закрывать. Здесь в коридоре шкаф и зеркало, оно внутрь уходит порталом. Хорошо. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Дальше. Здесь же спальня, вход. И справа стена. То есть вот этот вход и правая часть этой же стены портал. По всему периметру этой стены, открывая внизу воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Окно в туалете. Листина за самим унитазом. По всему периметру этой стены и окном открывается внизу воронка в галактическое ядро. Портал фантома частицы портала уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Еще есть? Да, есть портал на балконе, на потолке. Под этим порталом внизу открывая воронку в галактическое ядро. Портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Все. Возвращаемся к клетке. Бес хочет получить негатив в этой квартире. Да, он очень хочет. Здесь много энергии, причем разная, чужой какой-то энергии, непонятной. Хорошо, я тебя соберу это все сейчас. Вибрационные. Твою команду, значит, риск мыслей и чувств. Пошел процесс. Эмоции, мыслей и чувств. Здесь действительно много разных энергий, риск вибрационных, прозрачных, серых. И он весь такой живой, вытянутый, продолговатая форма у него. Космический? Космический, он чуть меньше, тоже овальный. Космическим открываю воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, бес, твой шар забираешь? Да. Отправляю бесу. Готов. Иди себе новое место обитания, больше не приходи в эту квартиру. Тебе это понятно? Понятно. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. С клеткой тюрьмы, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Редактор Семенеректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...